Закупка новых вагонов, переход с дизеля на электричество. Это далеко не полный список тем, которые обсудил губернатор Сергей Морозов с начальником филиала РЖД Рашидом Сайбаталовым. Сегодня в здании правительства состоялась встреча-презентация, приуроченная ко дню рождения Куйбышевской железной дороги. Начали с добрых вестей. В этом году в Ульяновске появятся локомотивы, сберегающие природу. Мы в этом году в депо Ульяновск получаем 25 новых тепловозов. Это снижение выбросов СО2 в атмосферу, это более экологичный вид транспорта. Если мы говорим о рельсах и автобусах, то это повышение скорости, комфорта для пассажиров. То есть выигрыши остаются все, в первую очередь жители Ульяновской области. Сергей Морозов обозначил несколько приоритетных задач, которые могут быть выполнены только совместными усилиями. Обеспечить комфорт для пассажиров, обновить транспорт и наконец-то забыть о дизельном топливе. Для достижения лучших результатов РЖД и правительство должны друг другу помогать. Мы один из тех регионов, ближайших наших соседей, который, к великому сожалению, в свое время не был электрифицирован. Я считаю, что это большие не только имиджевые, но и экономические потери, которые мы несем. Я уже неоднократно говорил с руководителями правительства, руководителями Министерства транспорта и руководителями российских железных дорог о том, что нам надо всем обратить внимание на решение этой задачи. Возвращаясь к теме пополнения железнодорожного парка, нельзя не упомянуть о двухэтажных вагонах. Вместительный подвижной состав встанет на ульяновские рельсы в 2022 году. Виктория Черкова, Руслан Баталов, новости ульяновской правды.